МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Дарья Кзюнова. Здравствуйте. Российская команда установила новый рекорд на соревнованиях по танковому биатлону на армейских международных играх 2019. Гонку на подмосковном полигоне в Алабино наши военные завершили за 18 минут 55 секунд. Это лучший результат с 2017 года. Рекорд был зафиксирован на второй день соревнований, 4 августа. Второе место в заезде досталось Кыргызстану, третье – Армении. Всего в играх предусмотрено 32 испытания. В том числе с участием флота, авиации, подразделениями ПВО, снайперов и кинологов. На 25 полигонах участвуют команды из 39 государств и наблюдатели из пяти стран. В этом году юбилейные пятые соревнования проходят с 3 по 17 августа на территории 10 государств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана. Суммарно это почти четвертая часть суши. Впервые к играм присоединились Монголия, Индия, Узбекистан. Власти Крыма завершат реставрацию Ханского дворца к концу 2022 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. Он уточнил Ханский дворец – самый дорогой реконструируемый объект культурного наследия в рамках федеральной целевой программы. На эти цели выделено почти 2 миллиарда рублей. Ряд вопросов, связанных с работами на единственном сохранившемся до наших дней образце крымско-татарской дворцовой архитектуры, глава Крыма обсудил на встрече с представителями общины. В Ханском дворце уже завершился первый этап противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ. В сентябре начнут восстанавливать главный графский и конюшенный корпуса, набережную с тремя мостами и другие объекты дворцового комплекса. В частности, на территории Ханской мечети запланирована реставрация каменной кладки, декоративных деталей и крыши восточного и западного минорета. На Соколиной башне под современное использование приспособят внутренние помещения, оборудуют смотровую площадку, восстановят историческое кровельное покрытие, усилят несущие конструкции здания. Будем вместе сохранять, развивать культуру народов, которые проживают на территории Республики Крым. Главная задача, чтобы все памятники исторические, все, которые напоминают нам о том, как жили наши предки, чтобы они были общим достоянием для всех без исключения. Надо сохранить дух, чтобы аура была сохранена. Чтобы это не просто там новодел был, а мы его восстановили в первоначальном виде. Так это должно быть. Власти Крыма не наблюдают новых выбросов в Армянске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики. В сообщении сказано, что ведомство взяло пробу атмосферного воздуха в городском округе Армянск 1 августа. Результаты лабораторных исследований показывают, концентрация загрязняющих веществ в районе не превышает предельно допустимых концентраций. По данным Министерства экологии, концентрация хлорида водорода составила менее 0,04 мг на кубический метр. В селе Перекопе городского округа Армянск также менее 0,04 мг на кубический метр при допустимых 0,2 мг. Концентрация диоксида серы сохраняется менее предела обнаружения 0,03 мг на кубический метр. Отмечается, что Центр лабораторного анализа и технических измерений продолжает следить за состоянием атмосферного воздуха в данном регионе. Напомним, повышенное внимание к Армянску власти и жители Крыма проявляют с конца августа прошлого года. Тогда испарения содержимого кислотонакопителя завода «Крымский титан» стали причиной выброса в атмосферу сернистого ангидрида. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации, который отменили 23 сентября. Порливной дождь и гроза пришли из Керчи в Севастополь. Утро воскресенья 4 августа началось для жителей Востока Крыма с непогоды. Центр города затопило из-за разбушевавшейся стихии. Вода проникла в квартиры и дома. Как сообщает интернет-портал Керчь.Инфо, с сильным дождем на улице Карла Маркса и Пролетарской не справлялись ливневки. Уже в понедельник, 5 августа, непогода пришла и в Севастополь. Видео с первыми последствиями дождя горожане выкладывают в социальных сетях. В группе «Автопартнер Крым» ВКонтакте появилось видео огромной лужи на улице Рыбаков. В очередной раз затопило ряд севастопольских дворов. Вот, например, фото, сделанное жителями дома номер 15 по улице Колобова. О том, что понедельник будет дождливым, сообщает и Севастопольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На протяжении всего дня ожидаются осадки и гроза. Ветер северо-западный до 15 метров в секунду. Однако будет тепло. Столбик термометра поднимется до 26 градусов со знаком «плюс». Непарламентская партия «Родина» начала судебный процесс в отношении Севастопольской избирательной комиссии. Рассмотрение заявления об отмене отказа в регистрации состоялось в воскресенье 4 июля в здании Севастопольского городского суда. Севозбирком заявил, что 198 подписей в поддержку «Родины» являются недостоверными, но председатель регионального отделения партии Иван Камилов считает такую позицию странной. Избирательная комиссия не несет никакой ответственности за те решения, которые принимают в ходе рассмотрения, как было заявлено фактически в судебном заседании. При этом мы настаиваем на том, что у нас достаточное количество подписей в поддержку партии для регистрации ее в избирательном процессе и участие в выборах, которые пройдут в сентябре 2019 года на выборах в законодательное собрание. Заседание продолжится 6 августа. Перед судом выступит эксперт, который проверял подписные листы и устанавливал достоверность подписи севастопольцев. Если иск не удовлетворят, то председатель регионального отделения партии «Родина» планирует обратиться в Верховный суд. Но при этом я надеюсь, что все-таки в данном случае здравый смысл и Верховенство права, а именно конституционное право севастопольцев избирать и быть избранными будет судом учтено. Суд вправе принимать решение. И надеюсь, наше заявление о том, чтобы было отменено решение об отказе в регистрации, будет обжаловано. Судом принято решение о регистрации нас в избирательном процессе. Напомним, глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова отметила, что процедура проверки подписей должна быть открытой для кандидата и его доверенных лиц. Думаю, что надо будет как-нибудь для всех, если это интересуется, показать, и для пресса в том числе показать процесс, как в подписи идет проверка. Это обязательно с участием, лучше всего, конечно, и мы на этом наставим самого кандидата, и его представителя, компетентного человека, эксперта, которому кандидат доверяет. Севастопольская тяжело больной девочке Ксении Игнатовой. Срочно нужна ваша помощь. Ребенок нуждается в сложной операции, которую успешно проводят только за границей. У девочки врожденная болезнь среднего уха. Она уже перенесла несколько операций. Из-за осложнений образовалась опухоль. Сейчас Ксюше предстоит, пожалуй, самая главная решающая битва в борьбе за счастливую жизнь, в которой в одиночку ей не победить. Необходима последняя операция, после которой эти испытания, наконец, закончатся. Но собрать немалую сумму на лечение в американской клинике обычной семье из Севастополя не по силам. Мама воспитывает девочку одна. Улыбчивая и жизнерадостная, скромная и воспитанная, рассудительная не по годам. Все это о 10-летней жительнице Севастополя Ксении. Письмо зубной феи девочка написала несколько дней назад. Она искренне верит в чудеса, верит в добрых и отзывчивых людей. Девочка очень благодарна тем, кто уже откликнулся на просьбу помочь. Я хочу сказать большое спасибо всем добрым людям, которые мне помогают, которые не проходят мимо моей беды, которые придают мне веры и надежды в себя, что мы сделаем эту операцию, что у нас все получится. Я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы не равнодушны ко мне. Ксюша появилась на свет с врожденной болезнью среднего уха. Девочка уже перенесла две операции, которые, увы, не дали положительных результатов. Более того, из-за послеоперационных осложнений у Ксении образовалась опухоль, которую необходимо удалять хирургическим путем. У нас на фоне нашей хронической инфекции, которая присутствует в ухе, уже развилась холестеатома. Это опухоль среднего уха, которая растет, она поражает костные ткани, мягкие ткани, может привести к менингиту. Ну и я, как мама, приняла решение, что мне нужно спасать ребенка, и понимала, что в России уже, к сожалению, нам помочь не могут после двух операций. Теперь девочке нужна операция, которую пока что успешно проводят только за границей. К тому же оплатить ее семья Ксении не может. Нам клиника выставила счет, я открыла сбор в социальных сетях. Это было, конечно, очень сложно решиться на весь этот шаг, рассказать всем о том, что у тебя ребенок не такой, как все. За первый месяц мы собрали 5000 долларов, внесли депозит на счет клиники. На данный момент у нас собрано чуть больше 800 тысяч, но, к сожалению, сумма операции 47 600 долларов, и для нашей семьи она не посильна. Для оплаты операции необходимо собрать еще более 2 миллионов рублей. Женщина опасается, что не успеет в одиночку собрать такую сумму до 27 ноября. На эту дату у Ксении уже назначена операция. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой нам помочь. Ксения очень хочет жить, она хочет слышать, как все. С ее сейчас патологией она не слышит, с какой стороны исходит звук. То есть она не понимает, с какой стороны ее на улице подстерегает опасность. 31 июля мама Ксюша в ходе личного приема граждан обратилась к председателю законодательного собрания Екатерине Алтабаевой. Мы очень хотим обратиться, прежде всего, с лесом массовой информации, чтобы о ее проблеме узнали как можно больше севастопольцев. Я полагаю, что общими коллективными усилиями мы сможем собрать ту сумму, которая будет необходима для того, чтобы ребенку сделали операцию. Я очень надеюсь, что будет восстановлено здоровье. Ксюша хочет стать художником или освоить творческую профессию, связанную с рисованием. Девочка два года ходит в художественную школу. Она очень хочет жить, жить полноценной и счастливой жизнью. Маленькая, но такая сильная и волевая. Она точно решила, что будет идти до конца. Я очень люблю рисовать, хочу стать дизайнером одежды. И я очень хочу, чтобы все добрые люди мне помогли. Мы слетали, все сделали. И я слышала, как все у нас было хорошо. Ксюшу поддерживает и младшая сестренка Диана. Я очень люблю Ксюшу. Я хочу, чтобы ей сделали операцию. И я хочу, чтобы она была здоровой. Екатерина Юркова обращается за помощью ко всем неравнодушным. Подробную информацию о том, как помочь маленькой Ксении, вы можете найти в группе в социальной сети ВКонтакте. Помощь девочке может оказать любой желающий. Реквизиты для перечисления средств и номер телефона мамы Ксюши вы видите на экране. Марина Иванова, Анатолий Паньков, Севенформбюро. И к новостям спорта. Красивые, сильные и быстрые. Женские команды вышли на открытый чемпионат по баскетболу в спорткомплексе «Мусон». В турнире участвуют спортивные коллективы из Алушты, Симферополя и Севастополя. В финальной встрече за звание победителя поборются лучшие из лучших. Профессионально баскетбол считали лишь любительской игрой. 30 лет назад он вышел на профессиональный уровень. Среди желающих забросить мяч в корзину уже давно появились и женщины. Причем, получается, у слабого пола это не хуже, чем у мужчин. И на чемпионате по баскетболу крымские команды показывают – для них нет ничего невозможного. Мы, как представители этого вида спорта, конечно же, его любим, уважаем. Сложно, в первую очередь, это выносливость, скорее всего, потому что все-таки лето, отпуск, отдых. Игра, безусловно, динамичная. На площадке от каждой команды по пять человек. Главное – суметь удержать мяч в пробежке и приблизиться к кольцу противника. Но даже в такой игре, где четко прописаны правила и есть дисциплина, бывают непредсказуемые ситуации. Самое сложное в баскетболе женском – наверное, эмоции. Потому что это среди женщин игра. У мужчин больше резкости, больше какого-то расчета, логики. У девочек часто эмоции преобладают. На площадке, когда до крови драки. Корзина находится на высоте трех метров. Попасть в нее, когда окружают соперницы, трудно. Но у баскетболисток есть четкая цель – набрать как можно больше очков для своей команды. И женскому упорству в ее достижении могут позавидовать и игроки-мужчины. На баскетбольной площадке собрались одни из сильнейших команд Крыма. Чтобы пройти в финал, игрокам нужно сыграть 4 периода по 10 минут. И главное – победить соперника. Баскетбольная площадка профессионального уровня в спорткомплексе «Муссон» – единственная в Севастополе. Поэтому она пользуется неизменной популярностью среди баскетболистов всей России. Сейчас в чемпионате участвуют две команды из Симферополя, по одной из Алушты и Севастополя. Конечно, это сильнейшая команда Крыма. У нас просто больше, в принципе, мы не смогли нас собирать, ну, пригласить команд, так как, к сожалению, женских команд не так много у нас, ну, не так развит женский баскетбол в Крыму. Лучшая команда турнира примет участие в суперфинале чемпионата по баскетболу в сентябре. Алина Пчелинцева, Дмитрий Релека, Севинформбюро. Еще одна спортивная новость. Все товарищеские игры футбольного клуба «Севастополь» позади. На минувшей неделе моряки провели два спарринга и оба завершили в ничью. Встреченный выходной с Евпаторией стала последней в череде контрольных матчей перед стартом очередного крымского сезона. За две недели до старта юбилейного пятого чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза стал известен календарь первого круга. Жеребьевка состоялась в республиканском пресс-центре в Симферополе. В первом туре севастопольцев ждет дерби городов-героев. На своем поле наша команда примет Керченский океан. В родных стенах моряки проведут три матча и стартовых четырех. Но сезон для моряков начнется чуть раньше. 10 августа в поединке за Суперкубок им будет противостоять ТСК «Таврия». Номинальными хозяевами поединка, который пройдет на стадионе Крым-Теплицы, станут симферопольцы. Такова воля жребия. 10 августа 2019 года. Суббота. Поселок Аграрный. Спортивно-оздоровительный комплекс Крым-Теплица. 18 часов. Футбольный клуб «Севастополь» – гость. Футбольный клуб «ТСК Таврия» – хозяин. Матч за Суперкубок. У нас 19 человек сейчас на данном этапе. И до игры еще неделя. И основной состав будет определяться уже ближе к игре. Кто-то всегда покажет на тренировках, кто-то будет играть в составе. Каждый футболист заслуживает этого. Наша команда уже находится на завершающем этапе подготовки. Последние две товарищеские встречи «ФК Севастополь» завершил в ничью. С Кызалташем 1-1, с Евпаторией 2-2. Игра с желто-черными стала финальной перед стартом сезона и подарила пищу для размышлений тренерскому штабу моряков, а не фиолетовому. Севастопольцы смогли отличиться лишь с 11-метровой отметки, а пропустили из центральной зоны в начале и конце матча. Мы специально планировали эту игру еще заранее для того, чтобы сыграть с хорошим соперником перед Суперкубком, проверить свои силы. Содержание игры мне не понравилось, скажу честно. Результатом тоже я недоволен. Но для этого есть контрольные игры, чтобы увидеть те ошибки, которые есть, что-то изменить. На этом выездные сборы для севастопольцев не заканчиваются. Ближайшую неделю наша команда планомерно будет готовиться на базе к матчу за Суперкубок из Новопавловки и до Аграрного ближе. В случае победы подобный успех в крымском футболе повторить будет невероятно сложно, чтобы один коллектив сделал золотой дубль и добавил к нему Суперкубок – первый трофей нового сезона. Михаил Жиравский, Севенформбюро. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севенформбюро. Эфиры вечером в 19 часов, в 21.30, в 23.00, ночью в 2 и 3.30, утром в 6, 8 и 10 часов, днем в 12.05, в 15 и 17.30. Связаться с редакцией вы можете по телефону. Городской 59 00 62 и мобильный плюс 7 978 931 31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте mtsdfiz.tv.com. Ждите новостей. Хорошего дня. До встречи.